Чита Минкевич строит будущее и наслаждается комфортом в двухкомнатной квартире арендного пользования. О такой возможности узнали от знакомых. В августе написали заявление, в сентябре уже заселились в свое гнездышко. Спустя несколько лет семья стала больше. Малышам Тимуру и Алисе есть где разгуляться. В просторных комнатах хватает места и для активных игр, и для комфортного сна. Изначально, когда мы получили арендное жилье, мы сюда приехали, получили ключи. Нам показали полностью нашу квартиру. Тут были поклеены обои, очень хорошие обои, мы очень довольны. Был положен пол, также был сделан шкаф, который не надо было в свое покупать. В целом мы очень довольны. Цены на рынке на съемные квадратные метры кусаются. Не каждый может позволить, тем более, когда рождается ребенок. Стоимость аренды жилья у государства ниже. Сегодня стать жильцом новостройок может любой желающий. Первый пункт – подать заявление в службе «Одно окно» по адресу Ленина 1. Подробный перечень свободных помещений в информационной папке или на сайте госполкома. Указывают конкретный адрес, то арендное жилье, которое они хотят получить. Решение принимается в течение месяца. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться по короткому номеру 142, справочное «Одно окно», а также городские телефоны 68-00-61 и 68-00-62. Наибольшим спросом пользуются дома на недавно открывшейся улице Народного единства. Внутри многоэтажек с комфортом располагаются двух- и трехкомнатные квартиры. В каждом помещении сделан современный ремонт. Поклеенные обои, покрашены потолки на полу линолеум. Плюс новая сантехника и электроплита. В перечне – однушки, двушки и трешки на любой кошелек. Заселиться можно и в жилье вторичного пользования. Здесь специалисты делают апгрейд после предыдущих владельцев. Меняют окна, двери, сантехнику, обои. Стоимость апартаментов от 50 рублей в месяц в зависимости от благоустроенности и состояния. После согласования и подписания договора составляется акт приема-передачи жилого помещения, в котором указывается техническое санитарное состояние жилого помещения, а также показания приборов учета холодного, горячего водоснабжения, электро- и газоснабжения. После подписания комиссионного акта приема-передачи гражданам передаются ключи от жилого помещения. Некоторым категориям граждан, в том числе военнослужащим, после 20 лет выслуги арендное жилье можно выкупить, а спустя еще пять и вовсе получить в собственность на безвозмездных условиях. Такой указ в минувшем году подписал глава государства. Кристина Риянс, Елизавета Иллипеева, Станислав Чичерин. Итоги недели.